Спасательная операция. Вот там, да, я вижу хиральные твари. Вон они. Узилки... Ооооооооооооооооооу. Ооооооооо. Приветствую всех любителей хороших игр, с вами по-прежнему Rears, это игра Death Stranding. Сегодня хочу рассказать вам про молодой игровой канал под названием Tom Sanders. Том начал выживать в Лунг Дарк, Форесте и в жизнь феодалов. У вас есть уникальный шанс стоять у истоков основания этого ютуб канала. Начните смотреть прохождение от Тома прямо сейчас и получите незабываемый опыт первых часов в выживалках. Тому нужна ваша поддержка, он хочет ваших лайков, подписок на канал и комментариев. Честная сделка, с вас активность под видео, с Тома новый контент. Ссылку оставляю в описании, обязательно ознакомьтесь. Итак, в прошлой серии я восстановил дорогу, практически всю, но основную ветку от верхнего узла до нижнего. И теперь мы можем спокойно перемещаться и чувствовать себя просто замечательно. Теперь нам нужно подняться в горы каким-то образом чудесно. Сейчас будем проворачивать данную схему. Для начала нужно отказаться от сломанного инвентаря. Я сейчас быстренько перегруппирую инвентарь. Нам нужно до распределительного узла робота куда-нибудь отправим. Давай вот на ферму отправим робота. У нас даже два робота есть и к коллекционеру. И все, грузим в машину. На машинке быстро доедем. Все, едем до распределительного узла, а затем берем там задание и отправляемся в горы. Сегодня идем по сюжетам. Ни на что не отвлекаемся. Я думаю сделать отдельные серии. Так, ну скорее не включил. По активации дополнительных узлов. Косплеерши, коллекционера, старьевщика до конца. Старейшины точнее. И хиральную художницу. В отдельных сериях все это сделаем. И посмотрим, что они нам дадут еще интересного. Два пахака с собой взял на всякий случай. Еще нужно будет взять тележку. Про нее забыл совсем. Тележка тоже думаю пригодится. Может что-нибудь доставить туда нужно будет именно тележку. Ну и на ней с горы прокататься тоже будет неплохо, я думаю. Там снег. Все дела. Это же горы. А в горах всегда снег. Ну вот и прокатились на отличненько. Но дорога прям спасает. Было бы круто, если бы дорогу можно было проложить до каждого узла. Хотя возьмем с собой машину. Какую-нибудь не эту машину, а какую-нибудь другую. Эту в гараж засунем. Потому что неизвестно, когда у нас еще откроется третьего ранга. Вездеходики новые. Всякого дерьма тут набросали. О, лол. То есть даже не за звезды отдается, а тупо за заказ. Не знал. Ну, тогда можно и на этом ехать. Берем заказы, которые нам нужны. Заказы для Сэма. Строительные материалы нужно нам доставить до... Северо-отгорного узла. Я думаю, нам понадобятся лестницы. Грузим все на себя. Хорош. И возьмем еще тележку. Давай две лестницы возьмем, наверное. Как-то так. Загружен под ручку опять. Нормально. Ботинки есть. Гранаты есть. Пистолет есть. Если что, постреляться против тварей. Все должно нам хватать. Грузимся в машину и пытаемся. Пытаемся доехать на машине до того места, которое нам нужно. Можно было взять еще мотоцикл. Мотоцикл был бы даже поинтересней. Какой-нибудь мотоцикл от Нормана Ринуса. Который тоже в прошлой серии разблокировали. Ну, ладно. Уж так пойдем. Тоже можно начать по дороге. Вот откуда-нибудь. Как раз у нас здесь дорога. Вот здесь мы ее не доделали, да? Угу. Вот она до суда обрывается. И здесь уже нужно будет этот узел подключить. Хорошо. Едем вот сюда. Тогда. До узла. Здесь. Вот так. Тут какой-нибудь мост кинем, если нужно будет. Ну, и вот напрямки. До этого узла. Можно вот сюда, к мастеру, заехать. Взять ингредиентов для восстановления вот этой дороги. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, еще прокинем сейчас последний кусочек дороги. Хотя, давай отсюда и возьмем сразу. Хиральные кристаллы брать не будем. Возьмем металлов. Тысячи две, наверное. Возьмем металлов. Хотя, че я выгляжу из машины? Давай, машина. Стандартные заказы мне. Да, я не буду ведь ничего из-за того. Хотя, если до мастера есть заказ. Мастер. Два даже заказа. Особую доставку. Особую доставку. Нам, потому что в любом случае до мастера нужно будет ехать. Здесь ничего не берем. И все грузим в транспорт. Силикон, 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 силикон. Смолы, 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 смолы. Окей. Берем немного металлов. Че вообще есть по металлам? Металлов. Керамики 1200. Металлов 3800. По 50, по 40 керамики возьмем. Максимум 40 можем взять, да? 32. 20 возьмем. Металлов по 50 тоже давай 20 возьмем. Может быть хватит этого. Если что еще у мастера возьмем. Ну, керамики нужно будет сюда потом привезти. Ради справимся. Все хорошо. Валим. Посмотрим, че мастера нам даст. Ничего не дал? Ммм. Так, что такое? Что же он нам дает-то каждый раз? А, доработанная граната он нам дает. Окей. Так, и что у нас выгрузилась из геометрической гранаты? Обычная. Обычная. Лучше доработанная. Теперь же знаем, где доработанная граната взять. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал достатки. Пускай будут. Пока не режет ничего нам это. Если что, в машине их оставим. Там напереднем снатри сиденья. Видел? Лежат грузы наши. В принципе, хватит. Того, что я принес. Как удачно машина отъехала. То. То. может сейчас ачивку дадут но там смотри далеко еще установилась это в обратную сторону не интересует противоположная сторона ну слушай погнали прокатимся сейчас в следующий узел закинем лишнюю материальную нашу вот эту вот херню а вот вижу вот сейчас сюда закинем остатки давай только быстрее блин отлично потом еще когда-нибудь приведу туда материал за ручку возьму и приведу ну все машина пускай здесь будет может быть найдем какое-нибудь местечко для нее крупная если такое вообще на что-то не видно блин а давайте доедем на ней до куда сможет она нас равно последний путь не наша гена нюреса не тратил все нормал дым так а вон здесь можно заехать давай помчали вот они проблемки такие большие крупные проблемки туда гребаные петрактор сайбер трак от илона маска немножко не так себя ведет как задумывал хозяин ну ладно ладно все пешком идем вставляем здесь есть там не чем чинить гранат если что с ним куда-нибудь как же это все чертовски рядом какая маленькая америк это как в магазин за хлебушком сходить такое же расстояние да видимо вот прям до этого места можно дорогу про проложить не а он есть какой-то зачаток дороги видишь тихо дождик за чертовски повезло слушай здесь гомер симпсон сидит да вон вроде какая-то дорога пойдем посмотрим мост пункт западу столичного узла постройка начала приходить в негодность да ну вряд ли сюда будет дорога идти погнали сдаемся вот следующий узел видимо будет поинтересней доставляю груз ты наверное сэм бриджес отряд из одного человека мы живем в глуши однако молва до нас доходит все мы слышали про великого доставщика про борца с тварями про остановщика террористов эту фразу еще подправлю в общем я счастлив нашей встречи ну что ты нам принес это невероятно это здорово нам поможет то вау спасибо когда мы закончим ты даже не узнаешь этот пункт как вы всем рады ух ну давай сдаваться песенка звезда есть это радует две звезды почти три только песенку дали серьезно ну подключая горит меня осталось подключиться к сети и так что это вот за сумочка новая у нас появилась слева подсумок для крови а справа что ну окей подключили узел новая нить бронепластину могу вставлять вау она вставляется вместо груза как не золотистая даже бронепластина травматическая штурмовая винтовка это вместо балазгана история лодра деков давай посмотрим что за оружие он они бронепластина не устоят не подведем нашу страну спасибо сам и удачи хотя зачем она тебе до западного побережья рукой подать отлично сэм затем тебе нужно протянуть сеть к распределителю к северу от города сейчас самое время это сделать ведь они прислали сигнал бедствия данные еще поступают но похоже у них несчастный случай и нужно оказать помощь раненым загляни в терминал доставки пойдем посмотрим что это такое специальная пластина которая может быть закреплена на плече или бедре для защиты это участка тела от огнестрельного ранения после поглощения определенного объема повреждений пластина ломается каждая дополнительная пластина повышает степень защиты но увеличивает количество грузов которые могут быть закреплены на одежде уменьшает количество грузов а не увеличивает зато есть золотистая пластина давай наверное но травматическую винтовочку я бы сделал автоматическая винтовка стреляющая резиновыми пулями которые способны вызвать потерю сознания у цели давай возьмем ну блин хер его знает а можно как-то и посмотреть уже готовый вариант не хочется давай одну сделаем прикрепим куда-нибудь вот так выглядит пластину выгружаем давай в общее хранилище балазган 24 запас балазган отдаем в общее хранилище бронепластину тоже в общее хранилище и две гранатки тоже может кому пригодятся пхк пригодятся остальное тоже нам пригодится все ну давай заказы стандартные посмотрим что там куда они ведут к мастеру распределитель к юго-озерного метеостанции вот на метеостанцию я по моему еще ничего не доставлял но блин как-то слушай напрямки через города метеостанции тени очень хочется нет пока ее того самого сам моржова срочная доставка слушай ухты вот что-то интересненькое сейчас будет ну смотри здесь идти нам далеко придется тут что-нибудь есть вообще там не подключено до дождей там вроде как не должно быть давай перемотаем посмотрим куда циклон пойдет давай берем все нормально лестница у нас есть запомнись когда времени мало главная скорость осмотри свое снаряжение возьми только то что поможет побыстрее добраться до цели я буду надеяться что мне это побыстрее поможет добраться до цели но это не не точно не знаю нужна там лестнице крюк якорная не взял хорошо прокладываем маршрутиц побыстроля ну так погнали прям по горам он там мост есть до моста дойдем посмотрим там куда ведет он затем вот тут что у нас либо крюк либо лестница это лес да да и тут твари но дождя здесь нет же да здесь дождя нет показать что твари странно а это что за узел что это вообще такое тогда и болото слушай у нас появится даже ну отсюда давай тогда вот сюда дойдем затем вот так здесь что-нибудь придумаем и вот так нормально погнали давай не болей я побежал ну ближайшие 30 минут дождя там нет поэтому можем быстренько дойти да хотя бы лестницу применим что с собой вот столько амунирования таскаю каждый раз но никогда не применяю северу от горного узла северу от горного узла это вот это функция северу от горного узла а он так называется будем брать я думаю не будем а вот и мост я просто этот элементарь всегда 100 собой таскаю на всякий случай а всякого случая он бывало наверно два раза за игру это в те моменты когда мне действительно нужна была лестница и якорный крюк у меня этого под рукой не было куда этот мост вообще ведет мне же вообще не туда ну зачем здесь в этот мост вообще нужен по идее лишняя трата ресурсов и времени а его на как а чё сразу не сказали что здесь грёбаные валуны я думал голем подымается из арк тихо в принципе можно вам вниз спуститься но не очень хочется погнали так через час горит сотрудник умрет поэтому нам нужно быстрее спасательная операция вот там да я вижу хиральные твари вон они узелки о а буду надеяться я не сильно повредил стоп господи это было жестко так хотя бы пособираем больные якорный крюк забыл ты что прикалываешься реверс рамзак хорошие ты чё творишь но это все было бы груз печаль можно было перепроходить заново игру не очень-то и здесь и безопасно слушать а а лес привет лес так здесь еще пхк могу поставить да а там мулы эвана как а чтоб мулов не было это нужно где-то здесь обходить ну пойдем пойдем с бочины о стой 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 здесь-то мне и пригодится тележечка моя чё прикалываешься давай стой это вообще было зря ну хотя бы так покатались слегонца слушай их довольно много здесь у них и машину наверное можно какую-нибудь подрезать не да вон у них тачанка есть можно было и подстырить а он с пистолетом слушай ходит им-то пофиг да они могут убивать а нам вот ни в коем случае нельзя ладно я думаю будет какое-нибудь задание сейчас нам нужно будет с ним помаслаться что мы обязательно и сделаем чё там за значок слушай а можно было даже вот мыть пхк-1 а далеко не ходят так сейчас через реки каким-то чудом пойдем увидел столь меня ладно тика стоп тачка за мной едет слушай валим а это террористы а мне здоровье точно я совсем забыл ты господи ладно я понял сейчас что-нибудь сделаю так стой только не говори что я все-таки умер по-настоящему внутри шваба может встретиться душа другого курьера коснувшись ее вы ускорите связь с игроком давай коснулся всплываем ох другой курьер вставай поплыли сейчас от террористов по идее не должно ничего остаться я думал души других курьеров думаю зачем их душить а там написано души хорошо я возвращенец я весь свой лут просрал вот тут то бы нам и пригодились гребаные бронепластины зря я балазган выбросил один выстрел и нет противника окей нам нужно каким-то чудом туда пробраться до хранилища в лесу твою мать пикнули меня уходим меня видит валим 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 с ними сражаться бессмысленно не нечем и побеждать на 22 патрона они с одного патрона не ложатся было опрометчиво решением было бы балазган скидывать поэтому всегда с собой сейчас будем брать балазган быстрее 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 свой груз забрать главное ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту хорош 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 стой забери окей нет подожди балазган уж есть пистолет есть просто пистолет против тварей лестница металлы якорный крюк а это не то вот она уходим отсюда это с вами тари смотрел ладно я понял свою ошибочку валим 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 да уходи ты давай внедрите прощаться вам но чёрт бы тебя жри-жри-жри сколько съел один по моему там был еще дорога есть серьезно давай посмотрим ну отстаньте уже да побежали вроде отстали посмотрим куда она ведет окей то есть вот через это все пространство должна быть еще дорога до хиральные кристаллы 480 да но нам все равно это все восстанавливать поэтому давай закинем хотя бы частично лицом танковать вообще не хочется пули дыхание переведем валим еще кусок дороги ну водоемы здесь нормальные можно по ним ходить груз от режиссера здесь прикинь у черта на куличках пошли укшите террористы 2 а еще и каньон оба видал что такое так и бьет ну будем знать теперь что до этого узла можно как как-то каким-то чудом протянуть дорогу сейчас я посмотрю здесь ну да слушай это единственный участок дороги получается здесь затем вот здесь то есть отсюда а вот еще участок дороги точно отсюда потом сюда что ли получается протягивается интересно о машина вижу стоят узел даже большой какой-то смотри-ка е-мое там фуры даже стоят прикинь на такой вы покататься было бы шикарно но они видишь мертвым грузом ладно врываемся давай смотреть что здесь дальше у нас здесь мы уже можем дорогу ну как дорогу машину установить дорогу давай большое спасибо теперь наши медики быстро его подладают ты спаситель еще минута и я не знаю что было бы а ты смелый немногие стали бы помогать людям там где действуют террористы ну по сюжету от террористов нужно будет избавиться это было бы логично много я там умер пару раз того роботы у нас что-то там ой на c вообще представляешь дамы звезды не прокачиваться даже кстати это был не несчастный случай нападение кто-то подложил взрывчатку в груз который мы обработали ублюдки сепаратисты считают эту землю своей возможно они правы этот груз мог быть у любого из нас нужно действовать осторожно усилить меры безопасности по крайней мере никто не погиб давайте сейчас с террористами справимся сейчас оборонепластины себе поставлю 4 штуки хиральная сеть развивается как думаешь и сигнал добьет до нас конечно надеюсь что попробуй ладно а сейчас сигнал не добьет и тогда мы пойдем уже заниматься добиванием сигнала да вроде подключена не до конца видимо нет подключена штурмовая винтовка уровня 2 хорошо травматическая штурмовая винтовка уровня 2 возьмем работала супер мы изголодались по информации а если попадем в беду то сможем быстрее об этом сообщить у меня просто нет слов ну что сэм перед горным узлом больше остановок не будет но последний этап самый сложный отдохни в личном помещении проверь снаряжение перед выходом настолько серьезно у него ботинок хиральных возьмем-ка сейчас скоростной модуль модуль нат polyмах собак ботинок ботинок холодиль 무섭 черт Классический анимешный злодей снова вернулся. Падла Хиггс. Классический анимешный злодей снова вернулся. Сэм, я буду ждать тебя на берегу. Классический анимешный злодей. У тебя там непонятно, что с сестрой творится, а ты подмигиваешь. Пойдем почитаем сейчас письмецок какой-нибудь. Что-то интересненькое сейчас будет, смотри. По-моему, я еще тебе это не показываю. Не, по-моему, показываем. Эффектно. Но ничего не несет никакого смыслового значения. Хорошо, идем в письма. А, там целых десять писем уже. Филипп Норд. Вот. Спасибо, что спас нашего друга. Ты очень вовремя пришел. Я уже почти потерял надежду спасти Лэнгдона. А теперь он идет на поправку. Спасибо тебе. Скоро он вернется к работе, а пока за ним и ухаживают. Не волнуйся. Он понимает, что обязан тебе жизни. Может быть, скоро он сам тебе напишет и поблагодарит. Впрочем, если честно, он сам виноват. Такой старый профи, как он, не имел права прозевать взрывчатку у себя под носом. Видимо, он забыл, какими хитрыми стали эти террористы. Да, и спасибо, что подключил нас к хиральной сети. Теперь мы получаем гораздо больше новостей из внешнего мира. Одно это здорово поднимает нам настроение, а принтер это уже вишенка на торте. Хотя, разумеется, всего не напечатаешь. А нам еще долго придется полагаться на курьеров. Так что продолжай трудиться. Старейшина пишет. Позволь мне рассказать тебе историю о старых добрых временах, когда США еще были живы и здоровы. Здоровы? Ага, в основном. Ладно. Другой раз. Я помню выход так, будто он был вчера. Повсюду кратеры. Междугородные связи нет. Логистика накрылась. От местных властей никакого толку. От федералов тем более. Да. Тогда каждый был сам за себя. Ну, кроме разве что частных курьеров. А вот они-то и взяли на себя снабжение народа всем необходимым. Не считая с расходами и не думая о поплате. В конце концов, деньги тогда превратились в врезанную бумагу. Им приходилось работать за спасибо и всякие ответные услуги. Но снабжение не прекращалось. Разумеется, кто-то из них стал амулом. Но остальных это не смутило. Сначала развалилась страна. Потом рухнул города. А потом весь мир стал держаться только на одних них. И они это понимали. Понимали, что без них мы все обречены. Но не диктовали нам свою волю. Они просто доставляли грузы как могли. И нам одиночкам и толпам в городах. Фреджил Экспресс и прочие мы им обязаны многим. А Брайджис нам еще предстоит проявить себя. Вам еще предстоит. Мать хиральной художницы. Как тебе хиральные ботинки? Дорогой Сэм, еще раз спасибо за все, что ты для нас сделал. Хочу спросить, твои хиральные ботинки еще целы? Если ты не знал, дочка их сама сшила. Я сама в этом не очень разбираюсь. Кажется, покрытие из хиралия делает их прочнее или долговечнее. Если честно, я сама не стала бы их носить из-за хирального загрязнения. Просто хранила бы как сувенир на добрую память. Но ты, как я понимаю, наверняка хочешь опробовать их в деле. Что меня в тебе удивляет, так это то, что ты ставишь практичность выше красоты. На всякий случай, дочка сшила еще несколько пар. Она мне просто чудо. В общем, если примешь эти ботинки, обязательно напиши, как они тебе. Угу. Косплеерша что-то написала. Тут капюшон выдра, который тебе сшила, получился просто замечательный. Я это знаю, потому что сама его примерила. Надев его, ты действительно превращаешься в выдру, и не только внешний. Ты сможешь буквально сливаться с выдой. И заметил, что на нем даже есть логотип Брайджиса. Это значит, что второго такого капюшона нет и быть не может. Я очень рад, что могу помочь твоей работе. Ладно, остальное читать не будем. Ну давай, выйдем, посмотрим. Если будет дальше продолжение сюжета, то может быть еще какой-нибудь заказик один сделаем. Хотя, время уже много. Давайте-ка, наверное, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте свой большой палец вверх. Оставляйте комментарий. Нажимайте там на колокольчик. И рассмотрите возможность стать спонсором. Ютуб-канала. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова